Ну, единственное у меня было разговорное, но не совсем про, ну, про в прошлом году вообще, или даже нет, что я хочу добавить в прохисторию, но это именно, это именно разговорный ролик насчет, ну, вот просто насчет, насчет наших каналов, то есть, кстати, сейчас пожар, и я выложу ролик сегодня или завтра про все явления погодные, и там я покажу пожар, так что, кому надо посмотреть, короче, короче, насчет, Настя, насчет съемок, ты у нас там отвечаешь за фильмы? Да, за мини-фильмы, за истории, и за, короче, за мини-фильмы, за истории отвечаю я, то есть, у нас, скорее всего, даже не скорее всего, у нас будет, зайдите на канал, посмотрите, у нас будет финал, скоро у нас будет финал по катам-воителям. Да, это история, которая началась еще зимой, закончится. Да, и там будет, не знаю, не буду, конечно, сильно спалить, но там будет хоть что-то необычное. Да, сразу говорю, ну вот посмотрите предфинал, потому что, как по мне, это самая крутая серия в втором сезоне вообще. Да, потому что она очень эпична, и, наверное, она получилась больше всего без ошибок. Да, и сразу говорю, вот мы, вот простите, если у нас были, были, ну, как бы ошибки. И сейчас Вова нам скажет, что такое? А, здесь в деревьях, ну, вот, смотри. Нормальные? Да, а вот тут, а тут еще до сих пор пожар. Ага, до сих пор у нас? Не-е-е, подожди, подожди. Пустынь? Еще пожар? Подождите. Я пожара не вижу. Так, давайте мы сейчас выйдем сюда, чтобы посмотреть. Настя, ну, и там, да расскажи, что там у тебя по фильмам. Ну, и это будет, наверное, финал? Я не знаю. Так. Я не уверена, что будет третий сезон. Даже, думаю, не будет его. Да. Типа, ну, мы уже снимем финал, и все такое. Да, и тем более, мне кажется, что, ну, это тоже нормально. И нам уже, честно, нечего рассказывать. Да, потому что у нас финал закончится хорошо. Как можно сказать во всех сказках, финал заканчивается хорошо. Да. У нас он тоже закончится хорошо. Это еще один спойлер. Ну, думаю, думаю, это будет последняя вообще серия вот во всем этом фильме. И я не знаю. Господи, я подумала, что это змея. Это метка. Ну, сразу говорю. Вот насчет фильма в остальном. Вот. Ну, вот кто-то вообще хотел, чтобы был фильм про птички. И, может быть, он будет, но человеку, который, Соня, может, ты скажешь, человеку, который написал про идею. Просто, я не знаю, я не точно знаю, какой там точный комментарий был, поэтому... Ну, про идею, да. Про идею, да, у нас... Вот там такая проблемка, можно так сказать, насчет... Там есть первая серия, но у меня есть подозрение, что ее придется удалить. Потому что просто-напросто, она получилась, скорее всего, неинтересной. Я вот, мы снимали, и для меня это было не очень честно интересно, потому что... Почему? Сейчас расскажу. Потому что, типа, ну, там... Такие себе события, мне даже они не очень понравились, то есть... Ладно, это можно заспорить, то есть... Соком находит птенца, и дальше ТВДП начинается. Тем более... Ну, я не знаю. Ой, как ты думаешь насчет того, чтобы сделать какой-нибудь другой? Такой же, но другой. Ну, думаю, да, можно. Пока, вот такой вопрос. Ну, вот это спорить мы, скорее всего, не будем. Ну, да, думаю... Думаю, ну, можно, конечно, снять... Ну, фильм, наверное. Он будет маленький, точно знаю. Только, если будет актив очень хороший на этом фильме, то будет, ну, как... Целый сезон, то есть, ну, типа, такого. То есть, мы не будем сейчас там сильно надеяться на то, что он будет прям супер-пупер. Просто почему же... Вот вы, наверное, задаетесь вопросом. Вот мне даже в комментариях писали. Почему? Слышу. Хочешь, чтобы девушка разбила диаспункцию? Хочешь? Ну, не знаю, даже вот... Так, сейчас, подождите. Ага. Я же... Сейчас, подождите, я тут. Так, смотрите, почему... Вот, секретная дружба мы назвали мини-фильм по годам-воителям. Меня об этом спрашивали. Ну, и думаю, мы просто от винта, честно, это назвали. Да, просто потому, что вот нам захотелось бы назвали. Да. Да. Мы захотелось, нам спредила моча в голову, и мы назвали. И поэтому... Ну, вот поэтому вот так мы его и назвали. Да. Чего? Ну, по истории у нас с Animal Simulator. Она у нас была одна. Ну, потому что животных-то много, может быть, если мы подумаем. Что-нибудь... Может быть, будет про кого, если она будет. Я не буду спойлерить. Потому что, во-первых, я сама не знаю. А во-вторых, ну, типа, может быть, не спойлерщик. Ну, и плюс... Ну, вообще, да, очень много животных. Но не думаю, что это сильно будет кому-то интересно. Поэтому вот так. Вот насчёт... Я не знаю, я могу сейчас проверить. Да, потому что у меня, извините, конечно, но у меня выключилась какого-то чёрта запись. Поэтому не удивляйтесь. Да, так что у Насти там на канале будет чучку обрезанный ролик. Но у меня будет чисто целиком. Я у меня этого ролика не боюсь. Супер. Ладно, пофиг. Просто запомните, что это уже несовместный ролик. Да. Так, всё. Сейчас я посмотрю, сколько, в принципе, набрало актива у нас на мини-фильмы по аниму-симулятору. На истории. Сейчас мы посмотрим. Просто само интересно. Ну, актив, типа, неплохой. Например, вот на одной серии, у нас вот там, где... История огонь и лёд, первая серия, в принципе, достаточно много просмотров. Примерно? Примерно где-то, ну, 54, наверное. Вот я просто не вижу, у меня тут что-то вот залогало. А, да, 54. Ну, да, ну, неплохо. Как по мне, но, мне кажется, вот больше... Честно, больше просили вот именно насчёт Хаткир Фэмили. Думаю, вот тот ролик можно оставить, но при этом... Ну, тот ролик, почему я не хочу оставить, потому что набрало три просмотра. Причём за день. А за день могли бы посмотреть много людей, но набрало три просмотра. То есть, возможно, это посмотрели те люди, которые этого хотели. Думаю, да. Или, возможно, кто-то человек, который писал. Но, опять-таки, я не буду удалять этот ролик, но просто придётся... Наверное, придётся его забросить. Потому что, может быть, неинтересная история. Больше будет чисто заморозка. Больше даже не удаление, а заморозка. Потому что, может быть, когда-нибудь это будет интересно. Но сейчас мы, наверное, будем планировать другой какой-то фильм. Мини-фильм. Думаю, даже он не будет сильно растянут, как я ещё раз повторяю. Ну, и думаю... Я не знаю. И вот сейчас, о чём я вообще хотела сегодня поговорить. Вы, наверное, знаете, что наши основные коты, ну, по котам-воителям, не месяц и... Глазурь. Глазурь. Не месяц и глазурь, и даже не... Тим Ян и кто-то там ещё, какая-то секретная кошка у нас. Наши котлы. Моя кошка, именно, которая является моим... Моей мозгой, это у меня Whiteberry. Что переводится как белая ягода. Вы, наверное, её уже видели. Её второе имя это черника, но это старое имя. Просто черника это больше имя для ролевых игр, когда я без Sony, без Вовы, я просто сижу в котах-воителях и получаю удовольствие от РП. Ну, а у меня, честно, это... Пока что я действительно не определилась, потому что вроде бы больше главнее у меня это Salmon Puff, это лосось, или же лососевая лапа, как удобно так и называть. Или же это Reed Puff, это... Или, ну, камышовая лапа или камышница. Думаю, больше Salmon Puff, потому что он более у меня часто появляется. У меня есть вторая лоска, у меня есть три лоски, но... Вторая лоска у меня это Sea Puff, это серая кошка с таким голубым отливом. Но, думаю... Третья кошка это Sirian Voice, но эта кошка больше подходит для ТикТока, да? Это кошка у меня только для шортс. Я ее создавала именно для этого. Ну, или для того, чтобы просто, не знаю, там, ходить по заброшенным местам. Например, может быть, даже мы снимем какое-нибудь видео, ходим по всем заброшенным местам в котах-воителях. То есть, это, там, Carry on Place и все такое остальное. Да, но вот насчет у меня Salmon Puff, думаю, самый главный у меня осочка. Самая главная осочка, я думаю, это Salmon Puff. Самая главная осочка у меня, это, конечно, черника, если легче сказать, ну, или Whiteberry. Ну, и логично, что вот... Что ты хотя вообще, там, Настя, ты вот начала вот насчет... Я не знаю, но мы можем придумать сейчас историю, вот пока что выключить. И, кстати, мы можем как раз придумать историю, включиться, может быть, когда уже будет ночь в дверь. Ага. Если что, сейчас еще камера врублена, если вот... Я знаю, я знаю. Сейчас иду, сейчас иду, господи. Помимо, извините, ребята. Это... Придумать историю, вот, как раз. Придумать историю по поводу наших главных осок. Да. Потому что черника и Salmon Puff, Whiteberry, это, в принципе, не очень-таки загадочные коты. Не знаю, безобилий, если у тебя есть все-таки там какая-то загадочная история. Но у моей черники есть отдельная история. И эти истории можно как-то совместить, не знаю. Более-менее, да. Биографию надо будет, можно будет совместить, поменять. И, может быть, даже что-то и рассказать. Даже если мы не сможем как бы снять фильм. Потому что там понадобится как бы племя целое. Примерно хотя бы. А если побольше, то вообще полусервера. Потому что... Ну вот потому что... Соня, ты можешь сейчас отключить видео, там, я быстренько пойду, там... Да, да. Ты пока подумай над историей Salmon Puff, и... Да, ладно. Ладно. Включимся уже, когда Настя вернется. Давайте. Ну, конечно. Ну, да. Ну, друзья, вот насчет... Вот как раз-таки мышь, у нас тут разговор... Разговорный ролик. Ну, к сожалению, Настя уже ушла. Но я кое-что хочу, да, рассказать. Насчет, там, сценария, сценарий мы пока что не будем обсуждать. Думаю, насчет как раз-таки каких-то разговорных роликов, как в вот этих... Как, ну, Blueberry, ну, короче, как много КВшников делают, просто ихний аватарчик вместе... Ну, и просто что-то обсуждают, и еще что-то в этом роде. Думаю, может быть, даже в ближайшее время появится такой ролик. Не буду говорить про что, но, думаю, появится. Насчет же фильмов, да, у нас обязательно, надеюсь, будет фильм про Фаткер Фэмили. Обязательно хочу выдасть одну маленькую информацию. Это будет про архиоптериксов. Дальше не буду ничего вот насчет этого рассказывать. Это уже достаточной информации для понимания. Что насчет, к примеру, аватарки? Аватарку я, наверное, буду все-таки менять. Может быть. Я поменяю на более-менее какую-то другую, потому что она, ну, стала уже неактуальной, как по мне. Хотя, думаю, она сойдет. Но, 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 насчет... Так что вот, ну, сойдет. Насчет же других роликов, да, сегодня, может быть, выйдет тоже еще один ролик, но, думаю, даже или завтра. А почему у меня иногда такое отсутствие? Ну, вообще, при конце весны это было из-за экзаменов, потому что я еще учусь. А вот, а сейчас, потому что практически нету идей. Вот, просто нету идей, чтобы вам дать. Потому что много-много идей уже давно были. Поэтому, думаю, вот, когда у меня появятся хотя бы какие-то разговорные ролики, там я смогу тоже что-то выдавать вам. Ладно, друзья, давайте прощаться. Всем спасибо. Всем пока.